Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне прошел небольшой дневной корпоратив, на который приехали и ведущие телепроекта Дом-2 Катя Жужа, Катя Старикова и Ксюша Бородина. По какому поводу гуляла поляна, информации пока нет. Андрей Черкасов сообщил, что он станет ведущим на Доме-2 и будет вести новую рубрику «Кто ходит в гости по утрам». Он уже побывал в гостях у Оли Солнце. Андрей пишет «Я буду приезжать к бывшим участникам Дома-2 и рассказывать вам, как сложилась их жизнь после проекта». Пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть. Женя Кузин тоже станет ведущим нового проекта прямого эфира с участниками Дома-2. Диму Дмитренко на острове затроллили. Ребята заменили табличку самопровозглашенного хозяина острова и установили на его домик другую табличку. До этого здесь с Димой было написано «Хозяин острова». Ольга Рапунцель пишет «Я королева острова и открыватель острова. Я здесь уже давно, дольше всех и всегда за чистоту и уют. Я все знаю, как и что здесь. И Дима, мой молодой человек, ответственный и чистоплотный. Я считаю, он заслужил звание хозяин острова». Ольга Жемчукова подает в суд на мужа. Глеб отослал своей давней подруге во Владивосток 10 тысяч рублей из общего бюджета. Девушке нужна была помощь. Естественно, жену он не предупредил. Ольга узнала об этом и ребята сильно поругались. Андрей Чуев выставил фотографию с новой девушкой Кристиной, которая очень похожа на Марину Африкантову. И заинтриговал подписью к снимку. «Никогда не знаю, где найдешь, где потеряешь». Но, скорее всего, это очередной снимок с поклонницей. Один из многих подобных. Участники проекта рассказывают, что Марина целый день плачет из-за этого. Коллектив же упрекает Марину в нечестности по отношению к Барзикову. Девушка оправдывается, говорит, что она плачет по другой причине. Татьяна Владимировна в видеотрансляции поделилась новыми слухами. Она рассказала, что Гозиас, Мунасыпова и Суханова объединились. Девушки нападают на других участниц телепроекта и всячески их цепляют. Кроме этого, Саша Гозиас активно занимается рекламой. И в этом деле она даже переплюнула Вику Романец. Когда та уходила с проекта, то собрала 8 клетчатых огромных сумок бесплатной одежды. Судя по всему, у Гозиас будет гораздо больше. Африкантова старшая сообщила, что она покинула Дом-2. Женщина решила больше не портить репутацию своей дочери и не мешать ей выиграть конкурс. Правда, все свои вещи она оставила на поляне. Ребята на поляне считают, что это временное решение, спонтанное и необдуманное после того, как возникла тема флирта с Ябаровым. И в ближайшее время Татьяна Владимировна вернется обратно. На очередном суде разбирали дело Венцеслава Венкожановского. Он виноват в том, что ничего не делает на проекте. И суд постановил, что Венчик не виновен. Венцес старается проявить себя хоть в чем-то, доказать, что он не зря ест колбасу. Мужчина провел сеанс хиромантии и предсказаний для новеньких девушек. Майи Донцовой, которая пришла к Денису Козловичу, и Насте Красновой, которая пришла к Барзикову. Участницы на поляне тоже стараются прислушиваться к критике в свой адрес. Они пытаются быть более хозяйственными, занялись кулинарией и налепили вареников. Инна Баловичева отдыхает с семьей на море. По просьбам подписчиков, девушка выложила свое фото в купальнике в полный рост. Ее засыпали комплиментами. Многие отметили хорошую фигуру Инны и тонкую талию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.